Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в четверг начал первосветительский визит в страны Латинской Америки, в ходе которого состоится первая в истории встреча предстоятеля Русской Православной Церкви с главой Ватикана. На Кубе патриарх Кирилл также встретится с лидером Кубинской революции Фиделем Кастром. Главной темой согласованного проекта декларации патриарха Кирилла и Папы Римского станет защита христиан в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщил источник в делегации РПЦ. В Госзнаке опровергли сообщение автостраховщиков о замене полисов ОСАГО. Как сообщила помощник генерального директора в ГУП Госзнак по связям с общественностью Наталья Никиферова, речи об одномоментном обновлении бланков с 1 июля 2016 года не идет, отметив, что речь не идет и о замене тех документов, которые находятся в обращении. Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что записали разговор с турецким президентом Раджепом Таипом Радаганом. Анонс беседы они опубликовали на официальном канале Кузнецова в YouTube. Пранкеры утверждают, что пообщались с лидером Турции, представившись украинским президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Они предлагают Радагану наладить украино-турецкий диалог и скоординировать действия против России. Не единожды в ЛДПР сталкивались с тем, что идеи партии присваивают себе другие партии и политики. Так произошло снова. Об этом случае поговорим сегодня с депутатом ЛДПР Кириллом Жигаревым. Здравствуйте, Кирилл. Доброе утро. Давайте посмотрим сначала материал, который мы сняли накануне. Вот, пожалуйста, и прокомментируем его позже. Сегодня на заседании Московской областной думы рассмотрели и приняли законопроект о предоставлении львоты компенсации для определенной категории граждан на оплату за капремонт в Московской области. Напомню, что 18 января этого года мы, фракция ЛДПР, внесли законопроект о рассмотрении в правительство, но так и не дождавшись заключения от правительства Московской области, получили в оперативном порядке за день до заседания Московской областной думы аналогичный законопроект от губернатора Московской области. При этом в нашем законопроекте категории граждан были как пожилые люди, так и на газетной семье. В губернаторском законе учитана только категория граждан пожилые люди. При этом, при всем, до сих пор не получили заключение правительства. Больше всего я считаю, что заключение правительства мы после данного принятия законопроекта будет отрицательным. Предлагаю продолжить эту тему и в студии. Давайте поподробнее поговорим, как все произошло. Ну, собственно, произошло как? Мы, естественно, постоянно отслеживаем общесоциальную ситуацию у нас в регионе. И наша фракция непосредственно разработала проект закона еще до Нового года. Но непосредственно перед Новым годом была большая достаточно насыщенная повестка, поэтому мы решили вносить этот закон уже после Нового года. Плюс ко всему мы запрашивали определенную статистику по определенным категориям граждан в области. Это пожилые люди, многодетные семьи. Собственно, в январе получили статистику и 18 января внесли по всем правилам законопроект на получение заключения от правительства. В результате чего, собственно, наш законопроект затрагивает достаточно большие слои населения. Это пожилые люди в возрасте от 70 лет и выше и многодетные семьи. По нашим, вот я даже специально взял с собой официальные данные, чтобы не соврать ни в коем случае. У нас, получается, люди, которые не получают компенсацию сегодня по уплате взносов на капитальный ремонт, который всех очень сильно волнует сегодня, это от 70 до 79 лет. Это 50 155 человек. Те люди, которые не получают в возрасте от 80 лет, это 24 тысячи человек. И многодетные семьи почти 44 тысячи человек. Таким образом, мы понимаем, что сегодня это в районе 100 тысяч человек, даже больше, которые не получают никаких ни льгот, ни компенсаций по уплате капремонта, но при этом находятся в достаточно сложной экономической ситуации. Мы этот законопроект разработали, внесли по всем правилам. 18 января, еще раз говорю, в результате 10 числа в Московскую областную думу вносится законопроект от губернатора, который дублирует полностью наш законопроект только без многодетных семей. То есть затрагивает категорию граждан пожилые люди, предусматривается компенсация взносов на капремонт. Естественно, есть такое право у губернатора, что он может вносить законопроект в оперативном порядке и назначать дату их рассмотрения. Собственно, в этот раз так и получилось. Понятно, что сегодня правительство может всячески говорить о том, что мы не знали, что у вас законопроект находится у нас на рассмотрении, но при этом при всем наша фракция непосредственно плотно работает с правительством, плотно работает с правовым управлением губернатора. Мы уже в среду, как только узнали о том, что вносится законопроект от губернатора, фактически такой же, как и наш, сразу начали обзванивать правительство и все профильные направления, которые работают с этим законом, на что получили ответ, что так вышло. Так получилось, да. В результате чего... То есть не отрицают? Не отрицают абсолютно. И при этом при всем мы сегодня понимаем, что да, по регламенту у них есть запас времени для того, чтобы нам выдать заключение губернатора. Но в, так сказать, неофициальной беседе нам сказали, что уже есть это заключение губернатора. И мы его вышли в пятницу, то есть сегодня. Понятно, что вчера уже рассмотрели законопроект на Думе. Понятно, что наша фракция его поддержала, поскольку это улучшает жилищные условия и вообще условия существования граждан в Московской области. Но по сути-то получается, что мы внесли, мы подали идею, после чего в оперативном порядке внесли закон от губернатора. Сегодня мы понимаем, зачем это делается. Сегодня, понятно, предвыборный год, осталось всего полгода до выборов. Понятно, что власти таким образом надо зарабатывать баллы перед населением. Сегодня ситуация сложная. Ну, то есть это популистские шаги, получается, правильно? Ну, здесь даже популистские сказать нельзя, поскольку это действительно, да, ну, такой рабочий речер. Но нужный, но ведь многодетных семей-то обделили, получается? Да, ну вот мы сегодня, надеюсь, если все-таки нам пришлют заключение на наш законопроект, я не удивлюсь, если нам скажут о том, что якобы нет денег в бюджете для восполнения, значит, всех наших пожеланий. Но при этом при всем, хорошо, нету, вы говорите, что нету денег. А почему-то это на пожилых есть. Ну, там, я понимаю, если бы там многодетных семей было 100 тысяч, но у нас всего их 44. Но при всем при этом это такой достаточно, ну, как сказать, это серьезный пласт населения, который чувствует на себе все изменения, которые связаны с экономикой региона. Да, да, да. Они, наверное, и первые, да, чувствуют. Ну, мы как бы на них и ориентировались. Плюс ко всему, у нас есть еще дальнейший законопроект, который будет также затрагивать многодетные семьи. И, опять-таки, не удивлюсь, если нам скажут о том, что в бюджете нету непредусмотренных средств на их, значит, содержание. У нас законопроект следующий, это по материнскому капиталу, я уже как-то говорил про него в эфире. Значит, он позволяет многодетным семьям использовать материнский капитал на погашение кредитов и процентов по займам. То есть мы сегодня что видим? Что ситуация экономическая очень сложная, как в стране, так и в регионе. Люди берут ипотеку. Понятно, что цены растут, зарплаты никуда не поднимаются, все остается на том же самом уровне, людям надо платить за ипотеку. Мы хотим таким образом разрешить использовать региональный материнский капитал на погашение этой ипотеки. Сегодня, вот, по примеру данного законопроекта, я не удивлюсь, если наш законопроект отклонят, а в результате потом еще внесут от себя точно такой же. Поэтому, естественно, мы должны поднимать эти вопросы и больше того, на федеральном уровне постоянно у нас такие примеры. Теперь у нас, по примеру, федерального уровня мы перешли на региональный уровень. Причем один в один такая же картина. А как вы считаете, почему так происходит? Там не хватает специалистов для разработки своих законопроектов? Да нет, но мы сегодня понимаем, что да... Или просто самый простой вариант. Мы понимаем прекрасно, у правительства огромное количество полномочий, огромное количество дел. Все понятно, они не могут отслеживать все, так сказать, все сложные ситуации в регионе или в стране тем более. Но при этом, при всем, мы же понимаем, что сегодня есть фракции, есть депутаты, есть аппараты фракций. Мы для этого там, собственно, и созданы. Для того, чтобы работать и помогать людям. Но при этом, при всем, власть всячески пытается оградить, так сказать, оппозиционные партии и вообще все, кроме Единой России, от такого плана инициатив, которые затрагивают большое количество населения. Все социально значимые вопросы, как и на федеральном уровне, так и у нас на регионе, почему-то отклоняются по причинам якобы нехватки бюджета или неправильного, я не знаю, нецелевого финансирования и всего чего угодно. Можно найти тысячу причин. Но при этом, при всем, проходит время, и правительство вносит точно такой же законопроект. У нас была такая же ситуация, один в один ситуация была, как на федеральном уровне, так и у нас была по комитету нашему. У нас за нами, за фракцией ЛДПР, комитет по транспорту. Тоже комитет сложный, работы много, вопросов вообще куча, перевозчики, там, я не знаю, РЖД и все остальное. Мы вносили законодательную инициативу по делению полномочий правительства, для того, чтобы они могли штрафовать перевозчиков за несоблюдение расписания. Люди действительно жаловались. Было огромное количество обращений. Постоянно эти все перевозчики то опаздывали, то ездили по каким-то непонятным маршрутам. Мы все это дело проработали, внесли законопроект, нам сказали, что нет, мы сейчас не можем такого вот вносить. Нашли какие-то причины, честно, не вспомню, какие это было больше года назад. В результате, ровно через год, правительство от Министерства транспорта вносит точно такой же законопроект. Слово в слово списано с нашего, даже ничего не поменяли формулировок. В данном вот случае по капремонту хотя бы формулировки поменяли. И на том спасибо. Уже хоть так, в плагиате нельзя сказать, что чистый плагиат. Но по транспорту один в один был законопроект, один в один. И при этом, когда мы на комитете подняли вопросы, говорим, ну, как бы, при всем уважении, это наш законопроект, да, почему через год ровно, почему нельзя было там приехать в рабочем порядке с нами согласовать, что, ребят, вы вносили законопроект год назад, вот сегодня у нас подошла ситуация к такому уже уровню, да, что вот нужен закон. Но что последовало, что да, ну мы вот не знали, что вы вносили. Но вы-то считаете, что знали? Ну вот не то, что считаем, мы его реально вносили. Понимаете, у нас такая ситуация сейчас начнется повсеместно. Сегодня понятно, что все какие-то громкие законопроекты, которые будут отвечать за социальные какие-то ситуации, которые будут затрагивать большое количество граждан в области, все эти ситуации будут перетягиваться на себя. Сегодня у нас два законопроекта, которые также будут громкими, это вот я говорю по материнскому капиталу, и второй законопроект, мы хотим расширить категорию граждан по рабочим квотам, чтобы работодатели брали на работу более расширенный список людей, это там инвалиды, все, что касается инвалидов, да, и опять проект закона у нас готов, мы его сейчас будем вносить, и опять-таки не удивлюсь, если опять придумают какую-то причину для того, чтобы его не принять. Поэтому вот такая ситуация у нас сегодня. Мы сейчас вот после рекламы поговорим как раз о втором вашем законопроекте, и еще хотелось бы выяснить, почему так происходит, вот мы сейчас об этом и поговорим с вашего позволения. Пока прервемся на рекламу, и далее в прямом эфире программа «Молния». Продолжаем беседу в прямом эфире с депутатом ЛДПР Кириллом Жигаревым. Говорим о хищении идей. Громко звучит, но, к сожалению, это так. Как вы считаете, почему так происходит? Ну, одна из причин, я имею в виду именно сегодня, почему именно так это происходит, это, понятно, предвыборный год, понятно, что в сложной экономической ситуации непосредственно как у партии власти, так и у власти, я имею в виду, исполнительной, есть определенные проблемы, определенные, так называемые, затыки. Есть проблемы и с исполнением каких-то обещаний, есть проблемы с исполнением тех планов, которые они намечали на следующие годы, на плановые. Поэтому понятно, что сегодня в лице избирателя им нужно каким-то образом себя поднимать на уровень таких добродетелей, скажем так. К сожалению, мы видим, если посмотреть по тенденции, что на федеральном уровне, что на региональном, действительно, те законопроекты, которые никого не, коим образом не ущемляют их права, ни в чем не ограничивают, не повышают штрафные санкции какие-то или вообще не ужесточают какие-либо меры по отношению к гражданам, они сегодня все принадлежат нашей партии, ЛДПР, и поэтому и Владимир Вольфович не раз об этом говорил, и мы действительно идем именно в этом направлении, действительно стараемся людям облегчить их существование, облегчить вообще жизнь, трудоустройство, какие-то, не знаю, те же самые развития. Все, что касается того же самого малого бизнеса, да, мы сегодня в Москве видим, что происходит, сегодня уже в повестку это пришло в Московскую область. Некоторые муниципальные образования сказали, что мы тоже будем бороться с так называемым нелегальным самостроем. То есть это же сносы ждут и области. Абсолютно, но вопрос-то в другом. Например, у любого нормального человека возникнет адекватный, абсолютно логичный вопрос. Вы сегодня боретесь с нелегальным самостроем, а все остальные года-то что вы делаете? Почему они были до этого? В одну ночь всех снесли, да? Да, вдруг с того ни с сего, вдруг всем стало это все мешать. Малый бизнес, естественно, воет, потому что у кого-то это были последние вложенные деньги, у кого-то это были кредитные деньги. Все люди, естественно, не понимают, что им теперь делать. У нас есть 159-й федеральный закон, по которому объекты малого предпринимательства вправе выкупать площади, арендуемые там больше трех лет. Хорошо, почему сегодня эти 159-й законы, этот не работает? Я уверен, что все, ну хорошо, не все, но большая часть тех малых предпринимателей, которых сегодня, так сказать, попали под ковш, да, вот эти вот ночь длинных ковшей, попали под ковш и попадут в области. Они 100% работают больше двух-трех лет. Вот 100%. Многие люди уже привыкли к этому так, что... Да, многие десятилетиями уже работают. Ну, конечно, и просто люди, многие там, по примеру, в Москве выходят из метро, они знают, что сейчас я выйду из метро, зайду в этот магазинчик, куплю себе там воды, я не знаю, каких-то, ну, там, бытовые какие-то себе товары, пойду спокойно домой. Хорошо, сейчас они выходят из метро, ничего нету. Вопросов нет. Да, в шаговой доступности нет. Хорошо, вы сносите палатки под предлогом, значит, там, незаконного самостроя и под предлогом, значит, улучшения, там, архитектурного вида, значит, города. Вопросов нет. Дайте-то людям альтернативу. Для того, чтобы кого-то откуда-то выгнать, нужно объяснить, во-первых, почему, и дать хотя бы возможность куда-то идти. У нас сегодня малый бизнес сожимается по полной программе. Хотя на всех уровнях говорится о том, что мы поддерживаем малый бизнес, у нас есть поддержки малого предпринимательства и так далее, и так далее. У нас в Московской области тоже есть там региональная программа по поддержке малого предпринимательства. Но мы были, значит, на совещании по этому малому предпринимательству, ничего не услышали вообще нормального в плане того, что никаких серьезных статистик и сдвигов в этом направлении нет. Да, мы ввели налоговые льготы. Опять-таки, это была инициатива фракции ЛДПР по налоговым льготам для молодых предпринимателей. Поэтому такого рода мероприятия, как зажимание малого бизнеса, мы сейчас начнем какие-то вносить законодательные инициативы на этот счет, чтобы облегчить жизнь предпринимателям, чтобы они, наоборот, еще больше развивались, тем более сегодня в сложных ситуациях экономической, и опять на 100% зарубят. Вот уверен на все 100%. А позже предложат от своего имени. А позже скажут, вот мы вот подумали, посмотрели, действительно в сложности к нам много обращаются, у нас есть горячая линия, пишут губернатору, пишут в министерство и вообще в целом в правительство, вот мы решили, что надо внести. Ну, собственно, у нас таких примеров уже много, поэтому уже не удивимся. Потом опять, один из важных законопроектов, который я до этого говорил, по материнскому капиталу. Важная тема, мы уже и встречались с многодетными семьями по этому поводу. И разговаривали, действительно, сегодня условия безумной этой инфляции, понятно, что официальные данные говорят о другом, но мы же видим, на самом деле, как ситуация, мы видим, что цены постоянно растут, мы видим, что зарплата никуда не поднимается, видим массовые сокращения даже по региону, если брать. У нас сейчас объявлено еще 10% сокращения, хорошо, а что этим людям дальше делать? У кого-то там действительно многодетные семьи уже, да, или только вот родится ребенок, или родился только-только, получили материнский капитал, оформили, все. Почему они не могут пустить эти деньги на погашение ипотеки, если нет других источников дохода? У них сегодня в материнском капитале прописано, что материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий. А чем это не улучшение жилищных условий? Оплата за кредит. Те же самые жилищные условия улучшаем. Те же люди взяли ипотеку, у них сложности по семейному бюджету. Пожалуйста, есть отдельная, так сказать, сумма, которую они вправе потратить, как они хотят. Вообще по-хорошему, это материнский капитал, надо разрешить людям тратить так, как им надо его тратить. Он же, я все понимаю, что есть... Ну, конечно, не на туфли, не на сумки, да, но это понятно, что... Нет, ну, само собой, я имею в виду все, что связано с детьми. Ну, конечно, жилье касается ребенка, ребенка, как никогда. Нет, семьи в целом вообще должно касаться, не обязательно только ребенка. Ведь деньги даются на развитие этого ребенка. А что значит развитие ребенка? Надо развивать семью, надо развивать свои жилищные условия. А в своей квартире развиваться удобнее? Конечно, люди получили, например, возможность взять квартиру в ипотеку больше площади. Но сейчас сложности финансовые. Пожалуйста, направляйте деньги на это, на погашение этих финансовых сложностей. Ну, посмотрим, как это пойдет, конечно, но судя по примеру сегодняшнему, я думаю, что встреча будет не теплая нашего законопроекта. Такой шуточный вопрос. Может быть, стоит какое-то патентное бюро создать для законопроектов, чтобы человек внес, депутат внес, вот отметили, кто, что и все. Никто больше не имеет права проверять на соответствие слов даже до такого. Ну, вот видите, у нас сегодня, к сожалению, так устроена вся система госуправления, что у губернатора есть приоритетное право. Понятно, мы ни в коем случае не оспариваем. Есть такие вопросы, которые должны решаться в оперативном порядке. И мы никогда не говорили о том, что надо все это отобрать у губернаторов, у всех, чтобы только вносили это депутаты. Нет, пожалуйста, вносите. Но когда идет чистое копирование законов, это уже неправильно. Понятно, если бы это внесла фракция «Единая Россия», я уверен, что это рассмотрели бы в оперативном порядке, заключение уже было бы готово в среду перед заседанием, а не в пятницу, как у нас после заседания. Закон бы был внесен, все нормально, все проголосовали, и потом бы опять сказали, вот фракция «Единая Россия» думает о людях и позволила им иметь компенсацию и скидки, и льготы на капремонт. С тем капремонтом тоже большой вопрос. Огромное количество людей спрашивает по нему адекватные, нормальные вопросы. Они говорят, у нас новостройка, у нас новый дом. Мы вот сейчас будем платить капремонт. Вопросов нет. Мы собрались с жителями, мы решили, да, мы готовы платить. Но они спрашивают правильный вопрос. Даже есть люди, которые уже посчитали, что у них дом будет ремонтироваться, предположим, в 2035 году. Они посчитали, что на их счете будет чуть ли не 200 с лишним миллионов рублей. Что за 200 с лишним миллионов должны сделать в доме? Мы сегодня понимаем порядок цен приблизительной на ремонтные работы, на лифты и на все остальное. Там человек, который это посчитал, даже в интернете где-то было, распространено достаточно. Он там посчитал, что там чуть ли не краны должны быть золотые в каждой квартире за эти деньги. Но просто мы сегодня понимать должны, зачем это делается. Все понятно. Мы таким образом с этим капремонтом сбавляем нагрузку с федеральных и региональных бюджетов. Не вопрос. Мы только за. Но при этом при всем мы должны понимать, как люди это будут получать. Да, дали возможность заводить свои спецсчета параллельно региональным. Ну да, самим все. Да, но в большинстве случаев вопрос один. Мы завели все деньги в региональный счет по капремонту. Когда мы получим свой ремонт? Они говорят, вот есть программа, утвержденная правительством. Вы в этой программе тогда такой-то год. Вот не вопрос. Все понятно. Но иной раз эти сроки достаточно далеко. И люди, которые платят, вот те же самые пожилые люди, они говорят, а мы-то зачем должны платить? А может мы не доживем уже? Ну действительно. Ну вот например, бабушка 80 лет. Она платит эти взносы за капремонт, причем немаленькие взносы абсолютно. И она должна понимать, что вот у меня, например, там лифт не работает. Я хожу пешком на пятый этаж, мне 80 лет. Почему я должна платить и почему ничего не делается? Если я плачу, то она должна понимать, за что плачу. Правильно? Правильно. Мы сегодня говорим о том, что надо предоставить им скидку об этом. Тут же у нас забирают нашу инициативу и говорят, нет, мы решили, что вот. Многодетных не будем трогать, будем трогать только пожилых людей. Ну, я говорю, здесь мы в любом случае будем говорить везде о том, что это все-таки наша инициатива. Потому как мы ее разработали, мы ее внесли раньше. Да, плюс ко всему, на Думе, председатель Думы нашей, Игорь Юрьевич, значит, на мое выступление по поводу этого законопроекта сказал, ну, а что вы сказали о том, что вы проделали большую работу? Да, проделали большую работу. Да, мы провели бы определенную статистику по области. Да, мы занялись этим вопросом. И мы поняли первые, по крайней мере, из всей области, из всего депутатского корпуса областного, мы поняли первые о том, что действительно этим людям надо помочь, значит, в части оплаты за капремонт. Почему мы не можем за собой оставить право быть первыми в данном вопросе? Вот и вся логика. А все-таки, получается, семьи многодетные отделены в этом вопросе. Как бы его все-таки дальше не отпускать? Ну, нет, мы абсолютно не будем, не собираемся отказываться от нашей законодательной инициативы, мы ее как внесли и получили, я вот говорю, все зависит от получения, значит, этого заключения от правительства. Сегодня, да? Да, в связи с тем, что закон уже принят, они могут нам сегодня же и переделать это заключение, сказать, ну, ребят, вы внесли законопроект, но вот уже приняли же, как бы, ну, нецелесообразно уже вносить. Могут такое заключение, могут прислать заключение о том, что, значит, это слишком большие расходы на бюджет, могут еще что-то придумать. Но лично мое мнение, что надо все равно, мы продолжим работу с этим законопроектом, будем, значит, носить изменения уже в принятый законопроект с тем, чтобы добавить категорию многодетной семьи. Поскольку все-таки 44 тысячи семей, это, ну, это не 5 человек, это не местечковый вопрос, это вопрос действительно всего региона. Поэтому займемся обязательно этим вопросом. Если даже наши законопроекты отклонят, что скорее всего, то мы будем тогда следующим этапом вносить, значит, изменения уже в принятый вчера законопроект по этим компенсациям и льготам. Ну, подводя итог нашей программы, буквально пару слов, какие, так сказать, мысли? Все равно трудиться, даже зная, что могут идеи уйти? Да нет, просто, понимаете, сегодня, слава богу, что у нас есть вот, да, партийное наше телевидение ЛДПР-ТВ, потому что, и слава богу, что оно хорошо развивается, и мы можем, по крайней мере, информационно людей снабжать информацией, людей сегодня через это. Потому что мы понимаем, что мы можем сказать это на областном телеканале, но не факт, что оно выйдет, это интервью, да, или не факт, что оно выйдет тогда, когда нужно. Поэтому у нас сегодня там готовы несколько законопроектов, которые будут затрагивать большое количество населения, мы будем, естественно, информировать и через ЛДПР-ТВ, и через интернет, и через Фейсбук, и Инстаграм, и через все остальное, через областной сайт. Поэтому будем работать только на информационном поле. А мы вам поможем, чем сможем, что называется, будем освещать все вопросы, которые вас волнуют. Спасибо. Спасибо вам за эфир. Это была «Молния» в прямом эфире. Всего доброго, до свидания.